Накануне матча Европейских Курков пресс-конференция участия представителей обоих соперников. Сначала пресс-конференция от представителей футбольных клубов в КВР. Это главный тренер команды Вамина Андреевич Никитенко и клубов-питник нашей команды Марат Хайрулин. Да, это больно. Здравствуйте, Владимир Диамазан. Вот мы Андреевича, традиционно, как команда готовилась, все готовы играть. Подешевле, смотря, отец последнего матча чемпионата. Ну, мы сейчас играем эти матчи в европейском турнире, в прижиме Казахстана. Поэтому он не отделяет матчи по важности, не отделяет матчи, а едет в другую сторону. Брали, сейчас мы не делаем циклы. Здравствуйте. В недельном цикле сыграли с паразом. Мы сейчас эти четыре дня посвятили вооружение в восстановлении команды после педалового матча. И непосредственно подготовка на воскресенье определенных действий в атаке и в обороне. Владимир Владимирович, у вас вопрос, будет ли команда играть на удержание счета в связи с навалившейся усталостной командой? Или все-таки постарается для болельщиков показать красивую добору кольму? Спасибо. Я думаю, что мы будем играть в футбол, который мы не знаем всегда. То есть контроль мяча должен быть определенный. Попробуем внутри порядка, который атаковать надо здесь. Поэтому счет с Польским. С счет с Польским. Я думаю, отсиживаться будет в обороне. И это будет тоже неправильно. Но сыграть в рациональный, в будущий клуб. Как мне это будет, как в рациональный, в будущий клуб. У меня такой вопрос. По сравнению с первой игрой есть какие-то изменения? Или может быть тактика, переговорки, какие-то проблемы? У нас еще сутки до игры. Мы сейчас думаем, что изменения, скорее всего, будут по сравнению с первой игрой. Скорее всего, будут в первой игрой. Мы еще будут еще сутки. Это за 2,5 часа примерно мы можем определить. Значит, и по составу, и по оборудованию. По ведению самому. Убрать как можно в раздевалке, как можно встроить. В принципе, ничего такого сверху, естественно, нет. Готовимся в обычном режиме. В команде. Все на своих местах. И готовимся к матчу, как всегда. Спасибо. Вопрос такой. Какие вы качества могли бы орудить у армянской команды? Ну, раховас. Мы уже эту тему обсуждали в деревне. Команда еще раз преисповедует. И немножко другой футбол. По сравнению с нашим. Это классный футбол. Может быть. И там традиции. За лет. Там сбор. И природа. И тренировочные процессы. И болезни немножко другого плана. Поэтому есть сложности с подстройкой такой линии. То есть много индивидуальных сильных игроков. Скоростных, быстрых игроков. И индивидуальных сильных, которые могут в Владимирске отвечать вопрос. Поэтому специфика есть. Специфика есть. Хорошая команда. Несмотря на то, что мы обыграли их в гостях, я думаю, будет очень тяжелый матч. Мы сейчас посмотрели видео. Вспомнили, что было неделю назад. И это будет сложный ночь для нас. И будем выходить. Играть, конечно, только на победу. Ну, хорошая команда. Очень приятная. Впечатление произвела. И выключить тяжелое. Спасибо. Следующий вопрос. На каком месте бы выступала армянская команда в нашем чемпионате играем? По твоему мнению. По подбору игроков. По качеству игры. Тяжелый вопрос. У них сейчас чемпионат еще не начался. И, может быть, они еще наберут. Не все свои сильные качества показать сейчас. Но я думаю, команда не потерялась в нашем чемпионате. И достойно будет выступать. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович. Тот же вопрос. Перед матчем с Натасаром, перед первым, я скажу, сколько опасно. Баркер, недооценки соперника. Известница, мол, явились. Вот первый тайм прошлого матча, измеченный битвенного фонда. Было такое впечатление, что у наших игроков, как бы вы, чрезмерно присутствовали в самом деле. Нет опасности? Нет опасности? Нет, только резисту. Я думаю, у нас, тынул 25, мы уже ждали этого вопроса. 25, тынул не доминирует. Доминирует нам форта всего для того, чтобы доминировать. И нужно не было в конце концов, чтобы опасно надо не создавать. Потом игра выразнилась. Потом игра выразнилась. И второй тайм уже пошла в воюмном свою граду. В воюмном свою граду. Где-то лишь нам. И все-таки наши прилазели. Мы забили мяч. Значит, потом соперник уже переключился на остров, который токующий кругом. Нам получился второй час. Все вышло. Но концовка была прижима. Уже токующий. И если у нас, я думаю, не должно быть какой-то расслабленности. И просто соперник позволил нам играть. Второй тайм мы решили по-другому. И игра тоже будет. Так что завтра будет примерно соперник поступать не будет. Они будут играть так, как они играли во втором тайм, во втором тайм. И они проявляют определенную апрессию. И не будет своих показаний. Я думаю, они даже могут, возможно, могут играть лучше, чем в полном тайм. Конечно, нет, ни доценки не будет. Так как мы играем дома. Это раз. Дома мы должны победить. Придет полный стадион. Такой ажиотаж с билетами. Болельщики выгонят прямого газа на билет. То есть я думаю, что будет виток завтра. И мы просто обязаны показать хороший круг. И владельцы взяли стадион. Спасибо. Насколько я знаю, вы боретесь на трех фронтах. Насколько важна вообще игра? Вот сказаться вторая игра. И силы хватит вашей команды бороться на трех фронтах. И самое главное, какой турнир для вас. Команда давно не выиграла в чемпионат. Победа не было. Мы не знаем, что это будет победа. Поэтому есть шансы, руководители команды. Значит, что-то выиграть в этом году взяли. А насчет турнира европейского турнира, то здесь большие мечты, желания, можно сказать, мечты, опыт, общественности, где-то пройти дальше, чем проходили дальше. Поэтому мы не можем где-то что-то отделять от одного от друга. Будем играть то, что нам сейчас расположен этот матч, и следующий матч у нас в чемпионате будет сложный. Мы должны усуметь, смотивировать, подготовить команды, смотивировать команды. А выиграть лучше помогать. У нас нет проверок. Я имею в виду отделять, не можем поважиться. Спасибо. Вот между командами, а между игроками внутри команды не будет ли теперь обладающих какой-то борьбой за место в основном составе и так? Почему? Потому что в прошлой игре с разумом мы услышали открытый жест, увидели открытый жест линейка, то есть больше линейка не заменит. Вот, не будет ли какая-то внутренняя борьба, что ли, за находление, если находить линейка или линейка не заменит. По Кеннегу я могу сказать, что этот жест был шуточный. То есть я думаю, Владимир Андреевич понимает это, если как бы эти эмоции... Я это понимаю так, у него была травма, у него не просто такими словами. У него был бы это самый определенный дискомфорт. Мы его, значит, с ним посоветовали, с влачаянием посоветовали. И, честно говоря, решили приберечь, приберечь и уже выпускали его, уже как бы вынуждены, потому что он нам надо обрешать вовсе. А то, что жесть, жесть, это неправильный опыт, это жесть. Жесть, это значит, я все свое сделал, вы меня можете видеть. А это жесть, скрытенность, то есть, в классе матча, он даже группу с болельщиками не сделал, а просто сделал, ушел. А мы должны... А что он должен был делать? Что он должен был делать? Самальный человек сделал. Человек в данный момент, когда попал в основной состав, пришел, помогал, он немножко где-то... У него эмоции, у него и желание, эмоции большие для того, чтобы себя проявить. Если в этой игре не получилось, у нас не может, у нас 18-20 человек, только на поле в 11, по правилам игры в 11 всего. В любом случае, кто-то, кто-то будет в этой ситуации, в этой ситуации. По-другому, его... Мне кажется, в данной ситуации он даже поступил хорошо, если он остался равнодушным, ну, ушел, там, у него есть какие-то эмоции. То есть, он хочет играть, он становится нормальным. Борьбы не будет теперь, как вы с ним уже критиками. Борьба будет на тридцать, если я заказываю свое место, я не знаю, нападать. Так, у нас свои дела. Мы идем, все-таки, переним чемпионат. И на игры, во время месяца, мы решили, они тридцать на четвертый, можно так сказать, мы в этом режиме переграли. И у нас очень большой, все-таки, мы же все на тридцать, а вот в этом среде, у нас травматизм есть. Поэтому, во время придет к любому. Вообще, все игроков, мы верим, они находятся в нашей команде, потому что мы уже будем верить. А место в основном составе никому не гарантируем, никому не гарантируем. Но мы верим, поэтому, когда они выходят, они на борт, они должны проиграть свои лучшие качества. Этим самым доказывая тоже, ребята, давайте, пожалуйста, я готов играть. Так, мы здесь во всех командах, никуда такого не денемся. Спасибо. Все. Спасибо.